Итак, друзья, привет всем на канале Atomon of Life. Сегодня начинаю свой очередной видеовлог. Решил не бриться, буду обрастать до конца своего отпуска, побрелись только, может быть, в воскресенье. Не знаю, посмотрим. Вот, и он начинается с того, что я уже проводил Глеба в школу, Инна немножко раньше сегодня ушла. И сейчас, сейчас, что я планирую? Я сижу сейчас, монтирую ваши видео. Вчера монтировал приблизительно до 2 часов ночи. Точнее, уже получается сегодня. И уже на моем канале вышел влог 17-2. Это вторая часть влога 17-го. Плюс сейчас сижу, монтирую видео об Эйрфурсе. И уже потом буду планировать дальнейший сегодняшний день, пока как бы определенных планов на день нет. Но сегодняшний влог уже начинается. Так что, поехали! Итак, друзья, сейчас я смеюсь сам над собой. Почему? Потому что, помните, мы вчера с Глебом, если вы смотрели вчерашний влог, ездили в Йену, когда купили ему 3 вот такие фиговины, 3 игрушки. Это как рогатка сделана, да? 3. Вот такая штука. Она тут нажимается, кнопочка. Вот видите, это горит, все здесь, все. Ночью хорошо стрелять. 3 штуки за 10 евро мы купили. 1 штука стоила 5 евро, если покупаешь 3, то за 10 евро. Продавали это все иностранцы, потому что это были либо болгары, либо молдаване, либо кто-то из таких вот стран. По разговорам, потому что они между собой общались. Вы поняли, да? Цена 1 штуки 5 евро. Если 3 штуки, то покупаешь за 10 евро. Мне просто стало интересно. Я понимаю, что это китайская штука. У меня есть, я, точнее, зарегистрирован в магазине Алиэкспресс, откуда мы иногда выписываем товары. И посмотрев, сколько это все стоит в Алиэкспрессе. Я был просто шокирован. Ну, я думал, хотя бы, ну, евро стоит, чтобы у них там какой-то набор свой был, да? То есть, евро, чтобы стоить 1 штучка. Но цена за 5 штук составляет с доставкой в Германию 1 евро 1 цент. 5 штук за 1 евро. Они продают, как я сказал, за 1 штуку 5 евро, за 3 штуки 10 евро. Молодцы, классная накрутка. Накрутков там сколько-то прям хороших процентов. Сейчас я вам покажу на экране, как это все на самом деле выглядит. Если вы мне не верите, такая цена и есть. Сейчас я вам покажу. Ну, смотрите, друзья. Вот это все эти штуки, которые светятся ночью с рогаткой. 5 штук 86 центов, плюс доставка в Германию 15 центов. Итого получается 1 евро 1 цент. Прикиньте, 1 евро 1 цент за 5 штук. Итак, я прибрался немножко дома, постарался стираться и стирку. Разобрал здесь вещи, которые уже высохли, посуду и тому подобное. Сейчас я пойду на улицу. Мне нужно сходить в джук центр на термин. И уже потом я приду домой и буду дальше продолжать монтаж моих видео. Видео монтировать очень много мне надо. Итак, я возвращаюсь уже домой. У нас небольшой такой снежок. Идет хорошо. В принципе, не холодно и не тепло. Нормально, зимняя погода нормальная. В джук центр я уже побывал. Я ходил туда с мамой моей жены, с моей тещей. Все вопросы решены. И сейчас я иду обратно. Как я сказал, буду дальше монтировать ваше видео. Может быть, сделаю стрим. Не знаю, посмотрим. Может быть, да, сейчас сделаю стрим, а потом буду монтировать дальше видео. Так что онлайн встречаемся. Итак, друзья, видите, я сейчас провожу видеотрансляцию, но она, к сожалению, заканчивается. Вот именно этим я занимаюсь в сегодняшнем моем дне. То есть вы сможете увидеть то, чем я занимаюсь сегодня. Итак, сейчас у нас время вечера. Мы решили с Глебом. Надеюсь, в магазином для тебя новый друг. Да, я Глеб. Я тебе новый друг Глеба Глеба. Он общается с Глебом. Совсем с ума сошел. А где твои нормальные друзья? Мои любимые друзья, это Гугл. Ты друг, это Гугл? Да. Так что у Глеба друг Глеба. Так, мы с Глебом ходим по магазинам. Магазин Нор называется. Сейчас мы должны с ним купить дрожжи, сосиски. И у нас мама будет готовить сосиски в тесте, да? Печь сейчас вечером. Время сейчас у нас 7 часов. А, вот даже не 7. Половина. Прячется. Ладно, все, пошли мы за покупками. Итак, друзья, у меня сегодня будет совсем короткий влог. Сегодня у меня ничего нового не произошло. Сегодня я сидел целый день дома. Ничем не занимался, кроме как... Да, сидел, монтировал, видел целый день практически. И поэтому сегодня все очень будет коротко и ясно. Если вчера было две части 17-го влога, Глеб придет мороженое есть. То есть сегодня будет у меня полчасти. Точнее, буквально минут 5, если наберется, это очень хорошо. Во времени. Сейчас, как я сказал, у нас Инна собирается готовить... Пирожки и бирочки. Не пирожки, а сосиски в тести. И Глеб завтра с тобой возьмет в школу, да? Угу. Нет, не возьмешь? Я думаю, Ангуст, варь. Нет, завтра выучитесь еще. Ой, на улице прям холодно. Нет, завтра выучитесь. На улице прям холодно. Сколько градусов там? А с вэта? Минус 1 градус. Он там, минус 1. Минус 1 градус. Все, мы идем сейчас, Глеб. Да. Кстати, сейчас пока идем, я вспомнил. Сказать вам хотел, что только русские в холод едят на улице мороженое. Глеб, ты истинно русский. На улице так холодно, руки мерзнут. А он идет мороженое еще, облизывает. Ну, Глеб сумасшедший, да? Фрюк ты. Я закален. Ты закален? А, ты таким образом закаляешься? Ага. На садике мы так хорошо закалялись, в жаре. Ну, в садике там, у них там сауна была, их закаляли, там прям как конкретно хорошо. О, ты как шарф. Да. Нет, у нас только зашелся, мне было бы очень холодно. А сейчас мне еще Глеб рассказал, как они играют в английскую игру, да? То есть на английском языке играют в игру. Так что так, мы сейчас уже возле дома практически. Угу. Прям осталось буквально... Сколько нам шагов осталось? 5, 3, 20. Шагов 20, наверное, осталось, мы возле дома, да? Так, друзья, сижу, сейчас читаю ваши комментарии. Не могу понять, почему наши русские, которые здесь прожили давно, долго живут, точнее, стукачи. Почему? Они это называют не стукачество, они называют это гражданский долг. Я когда-то снимал видео, сейчас вам скажу, как оно называется. Это видео, как можно 100% не платить за лекарства в Германии от 8 июня 2018 года. И пишет, значит, мне комментарий, ресторатор, никнейм здесь, в ютубе. То есть я вступил с ним в переписку. И в конце концов, то есть смысл в чем? Я живу и работаю в Германии много лет, у меня большая семья, мы добили всего, платим огромные налоги. А эти люди разрабатывают разные схемы, как больше срубить бабла со страховок. Я в шоке, бездарность, уже сидели бы и тихонько, и сопли жевали. А вы сообщили в джок-центре, что зарабатываете в ютубе. Вот я ему отвечаю, что так-то, так-то, то есть у нас, можете почитать эту переписку. И в конце концов, он мне пишет, Германия это правовое государство, это не Россия, поверь. Ты скоро получишь письмо из джок-центра, и тебе всего доброго. Ты слышал такое выражение «гражданский долг». Конечно, слышал. Этот гражданский долг уже кто-то выполнил года полтора назад. Кто-то настучал на меня, позвонил в джок-центр и сказал, что я зарабатываю минимум 1000 евро в месяц на своем ютуб-канале. И все те доходы, которые у меня идут с ютуба, они все учитываются джок-центром и даже переучитываются, потому что они указали в новом отраге, что я зарабатываю 100 евро в месяц. Это как бы они округлили. И вы еще этого не видели, но у меня есть записи, видеозаписи, я еще буду это видео выкладывать, где вы все подробно посмотрите. Я думаю, что это видео выйдет завтра, наверное. Где я ходил, разбирался по этому поводу и тому подобное. Так что, друзья, я говорю в джок-центре, что я получаю доходы от ютуба. И также он мне здесь писал, что типа «иди работай, я уже работаю». Такой мой подписчик. С никнеймом «ресторатор». Что можно здесь сказать по этому поводу? Что те, кто здесь давно живет, считают гражданским долгом сдать своих же соотечественников, которые приехали и которые сидят на пособии и пытаются дополнительно что-то заработать помимо пособия. И если они это узнают, это я блогер, да, то есть всем многим известно, кто меня смотрит, чем я занимаюсь и где у меня дополнительные доходы есть и тому подобное. Но те, кто не ведут свои блоги, те, кто не снимают свои видео и живут по соседству с такими людьми, то они могут даже не предположить, что тот Вася, Петя, какой-нибудь еще там, Ваня, который вчера с ними сидел за одним столом и распивал спиртное и закусывал вкусной едой, которой его вы угостили. И при этом вы ему что-то рассказали о своем дополнительном заработке, и он прекрасно знает, что вы сидите на пособии, может пойти в джип-центр, либо позвонить, либо написать в джип-центр и сдать вас. Да-да, это так и есть. То есть здесь нельзя верить нашим соотечественникам. И я это уже понял, убедился, где-то даже пострадал. Но такое и есть, как я сказал, любой ваш сосед, любой ваш хороший друг, даже любой ваш родственник, который здесь проживает и который может знать о вашем дополнительном доходе, может вас спокойненько сдать в ту государственную структуру, откуда вы получаете деньги. Будьте внимательны, друзья. Вот мой вам совет. И я желаю всем добра и позитива. Не будьте злые, не издавайте. Получается у человека зарабатывать дополнительно. Молодец, хорошо. Может, где-то газета разносит, и этот доход не указывает. А вы об этом узнали и пошли настучали. И что вы сделали? Кому сделал лучше? Вы ему сделаете хуже, да. С него снимут эти деньги. Ну, поверьте, потом это все вернется к вам. Буми-ран-гум. Ладно, буду дальше читать ваши комментарии. Пока. Итак, друзья, у нас время уже сейчас 21.49. Я буду заканчивать сегодняшний влог. Как вы видели, сегодня у нас были на ужин, на поздний ужин пирожки. И почему вы тогда меня спрашиваете, откуда у меня немножко лишний вес? Потому что у нас инобаллы пирожками за последнюю неделю уже второй раз. И пирожки я ел, естественно, не с сосисками, я мясо не ем. Были еще пирожки с яблоком. Помесь яблока, банан и апельсин. То есть, это смесь фруктов. Вкусно было. И я ее попросил еще сделать пирожки просто с бананом. То есть, бралось тесто, заворачивался банан, кусочек, половинка банана. И все это запекалось. Но получилось, если честно, не очень. То есть, это то же самое, что и булочка с бананом. Так что, сейчас я буду сидеть монтировать сегодняшний видеоурог. Я хочу сказать, если вам он сегодня понравился, то, как всегда, мы ставим лайки. Подписываемся на канал Atomono of Life. И после того, как вы подписались, обязательно не забывайте нажимать на колокольчик. Для того, чтобы самыми первыми узнавать о всех тех видео, которые выходят на моем канале, канале Atomono of Life. Также хочу напомнить, если у кого-то есть желание, то можете перечислить любую сумму в качестве доната, в качестве пожертвования на поездку в город Фридланд. Это дело добровольное, непринудительное. Если есть такое желание, можете это сделать. Я же с вами прощаюсь до завтра. Увидимся в завтрашнем видеовлоге. Надеюсь, он будет немножко повеселее, поинтереснее. И без байт. Чус.